Когда прыгают ногой в колено, женщина в женщине, я не против, но я не готов это финансировать. Я вас пока не прошу ничего финансировать. Вы знаете, почему футбол самый травмопастный вид спорта? Потому что, потому что боксер падает тогда, когда он не видит удара. В футболе идет концентрация на мяче. И все удары, которые происходят по мышечной системе, в этот момент организм не готов, а он вообще, ну, биологически природное такое существо, когда ты бьешь по мышцам, да, это сразу идет надрыв. Поэтому огромное количество травм. Вот я не готов финансировать удар одной женщины другой в колено бутцей. Я как бы воспитался во дворе. Мы там с пацанами друг с другом, с палками друг за другом гонялись. Но девушки не гонялись у нас с палками с детства друг за другом. Вы знаете, и труски тоже гонялись с палками друг за другом. Я поздравляю, я, значит, русск. Может быть, я даже не знаю, там, австралопитек, пофиг кто я. Но у нас не гонялись, я же не должен подстраиваться под этот мир, я должен жить счастливой жизнью. Вот у нас, да, девушкам на 8 марта цветы дарят. Футбол – это столкновение единоборства двух людей. Единоборство. Это гладиаторы 21 века. Знаете гладиаторов? К счастью, сейчас достойно умирать не нужно. Умирать? Нет, как раз сейчас нужно достойно умирать, и они это не делают. То есть, когда футболисту 33 года, он начинает истерить, что его тренер не любит, что его тренер не ставит, что это все такое прочее. А он должен достойно умереть. Он гладиатор 21 века. Он должен уйти в тот момент, когда должен уйти. И это и есть достойная смерть. А это твое время закончилось? Есть Маргарита Терехова, фантастическая актриса. Я ее хочу видеть, когда она выиграла «Собаке на сене». Я знаю, что у нее сейчас там трудности и все прочее. Но я не хочу ее сейчас видеть. Я готов, чтобы она справилась с трудностью и все прочее. Потому что она должна остаться для меня той, которую я видел. Как актриса, а не как человек и женщина. Как человек и женщина, я готов ее видеть. Но не как актрису. Но мужчину вы готовы видеть в течение всей карьеры? По-разному. По-разному то же самое. По-разному. Нет, вы мне тут сексизм не впаяете. По-разному. У некоторых мужчин я тоже не готов видеть сейчас. Я готов их видеть тогда, когда они были теми, кем они были. Вы знаете, на меня произвело колоссальное впечатление, увиденное сегодня. Как журналист я, конечно, отношусь и как человек к скептикам. Ну, во-первых, это довольно фундаментальный. Весь парк и, собственно, стадион. А почему должно быть по-другому? Ну, потому что обычно по-другому. Но это неинтересно жить обычную жизнь. Что запускает что? Что стало толчком для вас? Заниматься строительством стадиона, созданием академии. Я люблю футбол, а невозможно играть на асфальте. Нужно играть на стадионе. Все стадионы большие, приличные, вызывают ощущение. Но когда ты приближаешься, у тебя не должна пропадать эмоция. Такая же, которая ты получил, вот этот вау-эффект. Ты не должен пропадать, когда ты подходишь ближе. То есть ты должен его иметь таким же. И для этого мы рискнули и пошли на отделку дорогими материалами. Мы отнеслись к людям с уважением. Мы не стали сетки ставить, как для ловли обезьян. У меня все говорили, что сумасшедшие, что сейчас все это будет разорвано, выкинуто. Это открытый экран, сейчас это все разобьют. Придут вандалы, готы, гуны, я не знаю кто, набегут. Но в целом так бывает, конечно. Не бывает так в целом, если ты к людям относишься с уважением, то большая часть людей, большая часть людей, они готовы отдать тебе это же. И поэтому мы пошли по этому пути. И мы вообще удивлены, что все стадионы так выполнены, как функциональные, холодные, бетонные вещи. Потому что очень мало, что может дать эмоции в 21 веке. Футбол это эмоция без либретто. В футболе нет либретто. И поэтому это гладиаторы 21 века. Поэтому они дают ту эмоцию, когда человек не знает, чем это закончится. И это держит в напряжении 90 минут. Когда ты эти 90 минут больше ни о чем не думаешь в жизни. Современный мир очень тяжелый эмоциональной стороны. Мы уже, наверное, за пищу прекратили бороться, и питание какое-то всех уже есть. Такая эмоциональная, очень нагруженная жизнь сейчас стала. То есть раньше 90% людей работали в тяжелых физических условиях. Им было не до эмоциональных переживаний. Когда человек испытывает эмоции, почему в этот момент ему важно, как сделан стадион? Нет. Это ни при чем здесь. Когда человек приходит на стадион, он должен понять, куда он пришел. И вот эта эмоция, что он пришел на важное действие, она подкрепляется вот этим всем. Что это сейчас здесь будет действие. Что сейчас выйдут те ребята, которые всю жизнь старались, всю жизнь работали над собой, чтобы дать эти 90 минут им удовольствия. Вот этих 90 минут, вот этих разных эмоций. И это должно быть подкреплено. Это странно, что театры делают качественно, и стадионы делают некачественно. Потому что это там и там продажа эмоций. Продажа не хорошее слово, наверное. Там и там отдача эмоций, так скажем. Я в детстве играл в футбол, и я, как любой мальчик, который вырос во дворе, для нас футбол был, ну, частью жизни. Я там, даже такие эмоциональные личные вещи, там, я плакал один раз в жизни, когда Франция проиграла ФРГ в 82-м году по пенальти при счете 3-3 основное время. Я не знаю, что со мной случилось. Почему вы за Францию болели? Вы знаете, когда ты болеешь все равно только за свою сборную. Но когда она дальше не проходит, у тебя все равно есть какие-то команды, которые там, там было великое созвездие, там, не знаю, там, Рашто, Сикс, Ля Комп, там, Жан Ви Йон, Жен-Жени, Тигана. То есть такие имена, которые тогда для нас были мальчиков, ну, какими-то космическими звездами. И, конечно, ты не можешь не переживать это все, то есть, и там драма была, там было, основное время 1-1, потом 3-1 они вели, дополнительное время получили 3-3, пенальти, и немцы первый промазали, там, по-моему, это был Штилик, он там упал на колени, заплакал, его тащили. То есть такая, это очень драматическая развязка была, это, не знаю, это удивительная была. И, ну, так, я скажу, я плакал, но такие эмоции у меня были. Когда Россия не прошла дальше на последнем чемпионате, у вас не было таких эмоций? Нет, конечно, потому что Россия выступила очень достойно. Ну, там же не хватило буквально одного удара. Ну, я чуть по-другому отношусь. Для меня победа, это вторично после того, когда ты выходишь с открытым забралом. То есть ты должен показать, что ты сильнее. И когда в финале, там, какого-то турнира одна команда играет вторым номером, садится, и первая постоянно атакует, мне вторую команду не жалко, потому что если ты вышел в финал, если у вас, примерно, одинаковый бюджет, ты должен иметь мужество выйти и играть первым номером. Ты должен иметь мужество идти атаковать. Если ты хочешь не просто поставить себе кубок, а доказать всем, что ты сильнейший. Мы не были сильнейшими, мы играли вторым номером, мы сделали эту страну счастливой, когда прошли, конечно, я был счастлив, что мы прошли испанцев. Хотя испанцы у нас здесь жили, конечно, я желал победы. Но мы сделали много и, наверное, должна побеждать все-таки на чемпионате мира команда, которая играет в атаку, которая играет лучшие футболисты, чтобы мальчики могли мечтать о звездах. Я очень уважаю сборную Греции, но когда она там выиграла чемпионатом Европы, это было не очень справедливо. Все равно должны выигрывать те команды, которые показывают, что такое настоящий футбол. И у России этот шанс есть. Мы сейчас все занимаемся детским футболом. У нас есть шанс вырасти поколение ребят, которые будут претендовать уже на золото. Поэтому попадание на чемпионат мира, проход из группы – это уже большое достижение всегда для любой страны. И мы, выйдя из группы, еще и прошли дальше. Это выдающееся достижение. Мы огромные молодцы. И это как бы для нашему футболу надо было. Смолов же тогда был еще в Краснодаре? Да. Вы с ним говорили после того, как он не попал? Вы знаете, говорить о непопадании в ворота – это как-то странно. Они по сто тысяч раз за карьеру не попадают в ворота. Это просто было очень болезненно. Но вы никогда не попадали в шкуру того человека, который идет бить пенальти. На него смотрят миллионы. И решается судьба. И легче всего потом проклинать. Но взять ответственность на себя и подойти к этому удару – это тоже очень большое мужество. И поэтому тут не о чем говорить. И промазать может любой. Великий мазали. Я помню, по-моему, Роберто Баджо сказал, когда промазал в финале чемпионата мира, в финале, что я никогда не бил верхом. Я не знаю, что со мной случилось. Почему я пробил верхом? По-моему, это он сказал. Я не помню. А это был великий игрок. И великие игроки мазали. И здесь не о чем говорить. Потому что там в пенальти всегда будут лотереи. Это был просто не его день. Так бывает. Наверное, на нашей жизни это был единственный и, наверное, последний случай, когда Россия принимала чемпионат мира. С большой вероятностью. Вам не жалко, что на вашем стадионе не было матча? Давайте мы уберем личные амбиции. Я надеюсь, что жители Саранска не обидятся. Построили бы хоть когда-то либо в Саранске стадион, если бы не было чемпионата мира такой? Наверное, нет. Неужели жители Саранска менее достойны, чем жители другого города смотреть футбол? Конечно, нет. Поэтому любой город мог выиграть. Любой город мог проиграть. И нельзя относиться к этому с такой долей личностной. Принимал не Краснодар чемпионат мира. Принимала страна чемпионат мира. И здесь жила сборная Испании, что для нас большой гордостью является. И это всего три игры. И ничего страшного, что они прошли в других городах. Мы участвовали в чемпионате мира. И жители Саранска тоже должны, жители Волгограда тоже должны получать этот чемпионат мира. В Краснодаре этот стадион все равно был построен. А в других городах его бы никогда не было. И здесь нету личных амбиций. Потому что есть радость, что он к нам приехал, этот чемпионат мира. Странная история, когда мы лучших русских футболистов выпихиваем за границу, чтобы показать, вот что у нас есть, посмотрите. Да вот эти зрители должны смотреть. Мои как бы сограждане, те жители в этом городе должны получать удовольствие от лучших футболистов. А не по телевизору смотреть все это. Хотели бы вы, чтобы здесь прошел финал какого-нибудь турнира? Я же еще раз говорю, мне все равно. Ну, если будет возможность, мы подадим. Выиграем, выиграем. Нет, нет. Мне хочется, чтобы моя команда здесь побеждала. Мне хочется, чтобы это был постоянно полный стадион. Чтобы люди перед каждой игрой волновались, там, наши пограничники, там, когда наших ребят сейчас провожали за границей, говорили, жалко, что мы завтра работаем, мы не можем посмотреть в Краснодаре, что вот твоя игра будет, там, черт побери, что же делать? У нас завтра рабочий день, вы сейчас улетаете, мы желаем... Вот мне это важнее, чем, ну, приедут сюда, там, не знаю, в Реал Барсилу, ну, поздравляю их, и что дальше? Эти люди никак не ассоциируются с этими эмоциями, которые получают жители этого города и все прочее. У меня не за это гордость есть. Вот гордость за то, что нам удалось построить здесь стадион, в моем Краснодаре, и мне это важнее, чем все остальное. Привет! Я Лиза Осетинская, автор и ведущая проекта «Русские норм». А еще я основала проект «The Bell». Моя предпринимательская активность не ограничивается одним городом и даже страной. Мне часто приходится перелетать между странами, не только странами, но и континентами. Например, сегодня вечером я в Калифорнии. Но уже через несколько дней я окажусь в Москве, а оттуда отправлюсь в Краснодар на интервью с Сергеем Галицким. Командировки – это неотъемлемая часть любого бизнеса, который хочет развиваться. В условиях ограниченного времени мне нужно быстро подбирать варианты для перелетов и проживания себе и команде. Стыковочные рейсы, сложные маршруты и неожиданные локации. При этом важно не потратить весь годовой бюджет компании на эти командировки. В этом мне помогает One Two Trip for Business. Уверена, что многие из вас уже пользовались им для организации личных поездок, бронирования гостиниц или автомобилей. Теперь One Two Trip может помочь вам с организацией командировок. С помощью сервиса легко контролировать поездки сотрудников и вести бюджет. Оформление командировки занимает всего две минуты. Оплатить бронирование можно и корпоративной картой, и по счету от юридического лица. Все закрывающие документы легко получить в личном кабинете. А еще это честные цены без абонентской платы и скрытых комиссий, что особенно важно для небольших компаний. Сервис работает с 800 авиакомпаниями, двумя миллионами отелей и всеми железнодорожными направлениями. Со службой поддержки можно связаться в любое время суток и в любой день недели. One Two Trip стирает границы для вашего бизнеса. Ссылка для тестирования сервиса в описании. Ссылка для тестирования сервиса в описании. На что? На все вместе. На стадион, на вложение в парк. Давайте мы оставим все-таки, я извиняюсь, что в вашей программе рекламирую, Дудю вычислить, сколько стоят футбольные трусы. И вот в каком магазине они куплены. Но я думаю, что это как-то обедняет человеческую жизнь. Когда мы начинаем рассказывать, о какой пастой ты чистишь зубы, а сколько конкретно до копейки истрачено. Это же не бизнес. Это станет бизнесом или не станет? Я уверен в этом. Я уверен. Все вместе или только футбольный клуб? Академия требует огромных денег. Академия и станет как раз то, что будет наступать деньги. Конечно. То есть академия именно та часть, которая выпускает 300 выпускников ежегодно? Нет. У нас в академии 11 тысяч человек. Но это не академия, это школа. Это школа. В академии всего 300 мальчиков. Сейчас мы там придумали одну программу. И мы каждый в 6-м классе, в 7-м, в 7-м классе мальчики заканчивают. Там тысячу-полторы. И мы из них лучших 80 сюда приглашаем. И потом заканчивают где-то 20-30. Но мы молодой клуб еще дальше посмотрим. Если будет больше талантливых мальчиков, мы больше будем приглашать. У меня была, кстати, все время дилемма, что делать с остальными. Куда деваются тех, кого вы не выбрали? Когда мы говорим о полутора тысячах мальчиках, там процентов 70 из них болельщики. Что это значит? То есть мы знаем, что они точно не станут футболистами. Когда там бегают ребята, не знаю, с 5-10 килограммами лишнего веса. Но мы знаем одно, что если он 6-7 лет прозанимался в футболе, то до конца жизни одним глазом он будет смотреть футбол. Он будет любить эту игру, потому что он будет ее понимать. Потому что это не просто было 7 лет бросили мячик и бегай. Это была серьезная подготовка маленьких профессиональных футболистов. Потому что, по большому счету, когда мы в 12 лет пробуем поймать футболистов, это поздно. Надо с 5 лет. Есть часть вещей, которая закладывается с 5 до 12 лет. И мы не можем уже потом ничего исправить. Да, футбол чуть-чуть генетика. Остальное – это все равно техническая оснащенность, это правильный подход к футболу, который тебе дается с младших лет. И когда он с 5 до 12 лет вот столько работает, он хорошо понимает футбол, он знает футбол, и он точно будет болельщиком. Поэтому мы никогда говорим о 1200-1500 ребятах. Мы говорим о том, что из них 900 – это просто ребята, которым мы даем право понять, что такое внутри футбола. Мы их одеваем, формы, костюмы и так далее, турниры, манежи, профессиональные тренеры и так далее. Но мы понимаем, что они не станут футболистами. Те, которые и не попали ни в какие академии, вот я сейчас придумал, мы сделаем так называемую школу тренеров. То есть у них будет отдельная опять форма, все такое прочее. Мы каждую субботу будем их собирать. То есть вы их будете конвертировать в тренеров? Мы будем продолжать их обучать футболу, любить его, а там дальше как получится. Мы будем показывать, как работают тренеры по линиям, мы будем рассказывать о судейской работе. То есть вот у них каждую субботу по 3-4 часа у них будет занятий с практическими занятиями. То есть мы думаем, что к 11 классу они наберут уже 500 часов работы футбольной. Вы все-таки сказали, что футбольный клуб и вообще вся футбольная история может стать бизнесом. Это зависит от ситуации в стране, например. Да, сколько мы можем брать за билеты? Это зависит от того, сколько может платить лига клубам. А это зависит от цен на рекламу. Реклама зависит от уровня жизни. Вот когда мы говорим про школу, да, окей. Здесь мы можем говорить о том, что есть внешний рынок, куда мы можем продавать ребят, потому что нам только 11 человек на поле может играть и так далее, и так далее, и так далее. Здесь я могу сказать, что да, школа должна быть прибыльной. Когда мы говорим про футбольный клуб в России, учитывая, что мы все-таки боремся с более владельцеспособными странами, если мы, например, говорим, что в Англии миллиарда полтора платит телевидение, а у нас 60 миллионов. Я там не обвиняю никого, я просто констатирую факт. Но, наверное, нам тяжело с ними бороться на равных и говорить о прибыльности. Если мы хотим быть с ними конкурентными, мы вынуждены покупать футболистов с другими зарплатами и с теми, которые нам могут здесь позволить быть прибыльными. Но дорогу осилит идущий, мы видим, что все клубы потихоньку подстраиваются под эту ситуацию, и мы идем в прибыльность. Когда это получится, наверное, это невозможно сказать. Я к этому разговору советовалась с одним футбольным, скажем так, функционером, который с грустью мне сказал, что Россия, история современного российского футбола, это история грандиозного распила. Вы согласитесь или нет? Вы знаете, люди, которые говорят про распил, они вообще, мне кажется, непозитивны от рождения уже. Вот у них каждый день они просыпаются, у них ветер с камнями и дождь идет за окном. Ну, я не знаю, что там... Вы мне хотите сказать, что в России воруют, но во всем мире воруют. Вы мне хотите сказать, что футбол состоит из воровства? Ну, да нет, футбол состоит из забитого гола. Футбол состоит из этих мальчиков, которые там выходят на арену, и которые собирают по 40-50 тысяч. Футбол состоит из того, что наша там лига шестая в Европе. Люди, которые мало что делают, они привыкли мазать черной краской. И легче всего вот рассказывать про то, что все разворовали, все куда-то девалось, ничего не осталось и так далее, и так далее. Но это неправда. Я вижу, что наш футбол, а, развивается точно. Я вижу великолепное будущее. Просто, наверное, терпение – это такое тоже редкое качество, которое нам не очень свойственно. Мы хотим все и сегодня. Ну, с чего, если европейцы вкладывают в футбол больше денег, ну, с чего мы должны их обыгрывать? Нам надо прекратить рассказывать про запилы-распилы, а просто тупо работать каждый день, пробовать улучшать свои школы, пробовать искать дарования, пробовать работать с тренерским составом, пробовать платить в детской школе тренерам больше, пробовать отправлять их на тренировки, и когда-то будет результат. А правда, что вы не досматриваете последние 15-20 минут матчей Краснодара? Ну, не такие были случаи, и, конечно, это... Я злой после этого, потому что ты делаешь все для того, чтобы это смотреть, и потом думаешь уже... Тут нарушаются все законы физики. Время, когда ты выигрываешь на последних минутах, оно останавливается. Оно вообще не идет. И это удивительно. И, конечно, ты уже хочешь, чтобы это все закончилось. Я становлюсь спокойнее. Эмоции бывают, что я уже думаю, боже мой, я не могу это смотреть. Еще когда твою команду гонят, ты не можешь справиться с эмоциями. Думаешь, надо, чтобы это быстрее закончилось. Почему вы не поехали в Валенсию смотреть? Я на выезды не езжу. Это принципиальная позиция какая-то? Вы знаете, это фанатов касается моих, которые там считают, что если они куда-то поют Владивосток, поддержать команду, это очень хорошо. А мое мнение, что они лучше эту неделю должны здесь остаться, поработать на своей работе, заработать денег, чтобы купить дороже билет, чтобы клуб себе мог позволить быть более богатым. И вот это и есть поддержка фанатов. Цены будете повышать на билеты? Нет. И мне вот спорили с менеджментом. Они ругались, что слишком билеты быстро ушли, что мы должны были на одну восьмую поднять цены. И, наверное, они правы, за счетом того, что у нас не настолько богатый народ сейчас. В одну четвертую пройдем, ну, наверное, чуть повысим. Но мы стараемся, чтобы простые люди, которые тяжело работают, они должны получать удовольствие такое же, как бы те, у которых больше денег. Баланс мы должны держать, потому что ты не виноват, что твоя профессия в мире, в рыночном, столько стоит. То есть, как бы, если ты нормальный врач или учитель, то ты более, ты не можешь выпадать из социальной жизни, если просто так случилось, что это не такая высокооплачиваемая специальность. Говорят, что вы, включившись в футбол, стали принимать много авторитарных решений, самостоятельных. Это так? Люди не очень хотят работать, многие. И когда контроль начинает быть более активным, когда люди хотят чего-то добиться и не позволять, чтобы было болото, это многим, кто сидел в болоте, не нравится. Вот так, наверное, можно сказать. То, что я авторитарный, я не могу себя оценивать. Я думаю, что это не так. Но я могу ошибаться. Может, я авторитарный. Тренерский состав часто меняется? Это можно посмотреть на сайте, но нет. Но вот сейчас у нас Мурат Мусаев, и я восхищен тем, что он делает. Он очень крутой парень. Я ему всего 35 лет. Это удивительно. Не могу вас не спросить про Мамаева Кокорища. Кокорища – это что такое слово? Это выражение. Это неуважительное по отношению к человеку. Вот вашу фамилию, если бы так назвали, вы как бы отнеслись? Не знаю. Я думаю, с иронией. Вы ироничный человек. В любом случае, есть ситуация, два футболиста сидят. Мне не нравится, что те, кто провинились, медийный мир делает их отрицательными или положительными героями. Они оступились. Они сделали не очень хорошую вещь. Но количество времени, которое вы им выделяете, оно несправедливо по отношению к большому количеству ребят. Но вы постоянно, не вы персонально, медиа, медиа в вашем лице подогревают вот эту историю. Краснодар практически сразу объявил, что расторгнет контракт с Мамаевым. У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать. Это были другие причины, связанные или не связанные? Я не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Потому что кто сидел в российской тюрьме, я не сидел, но слышал, это не самое приятное место. И как бы ты относился к человеку, не относился к человеку, я не хочу влиять на его, на решение суда своими дополнительными словами. Поэтому все, что мы можем сделать, это здесь молчать до той ситуации, пока определит суд. Наше отношение с Павлом, это наше отношение с Павлом. Но еще раз говорю, российская тюрьма, это не санаторий на берегу моря. Это такое, совершенно сложное для человеческой жизни испытание. Я не хотел бы быть тем человеком, который прилагает к этому руку дополнительно. Так история с разрывом контракта. Это разве не то же самое? Мы подали в палату на разрыв контракта. Вот все, что я вам готов прокомментировать. А вы принимали участие в этом решении? Лично вы? Конечно. Вы какое слово не поняли из русского? Я все слова поняла. Тогда конкретно, что вам не допонятно, допрашивать, окей. Ну то есть вы, по сути, приняли решение о том, что нужно разорвать с ним контракт? Да. Почему? Я же вам сказал, что я не буду комментировать, потому что никому, наверное, оказаться в тюрьме я бы не пожелал. За исключением тех людей, которые совершили какие-то совершенно тяжелые вещи. Там убийства или что-то такое, да? Наверное, что-то в жизни он делал так, что это туда его привело. И я думаю, что это для него тяжелый урок. Я думаю, что он уже понял, что это очень тяжело все. Зачем же вы наказываете его еще раз? Мы не наказываем никого. Наказывает суд. Понимаете? Суд не наказывает. Суд принимает решение. Я не комментирую решение суда. Суд принял свое решение. А я еще раз вам говорю, у нас 11 тысяч мальчиков. И они должны знать, что с них, те, кто станут футболистами, с них не будут спрашивать, как с обычных людей. Потому что они являются примером для простых мальчиков. Кто они? За это им платят такие деньги. Если они думают, что они живут в обществе, и они свободны от него, то надо к классику обращаться. Когда их фамилии на стадионах выкрикивают десятки тысяч, это налагает на них обязательства. Хотят они этого, не хотят. Они должны это понимать. Как любой богатый человек, как я, мы ограничены в каких-то вещах, которые могут быть позволительны более, извиняюсь за такое слово, простым людям. И если вы не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь. Пожалуйста, не надо зарабатывать столько денег, не надо быть кумирами для десятков тысяч. Но если ты уже пришел туда, где ты вот такой, то ты должен понять одно. Эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать, спать, кладут свою голову на подушку и думают о тебе, как о кумире. И твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Особенно в таком клубе, как наш, где у нас 11 тысяч мальчиков одевают майку Краснодара, и многие в ней ложатся спать. И они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове. Они должны знать, что неправильно втроем, вчетвером бить лежачего человека. И хотим мы, не хотим, мы обязаны на это реагировать. Вот и все. При этом, мы тут не святые все, совершаем в своей жизни ошибки. И я не желаю Павлу зла, и я хочу, чтобы это для него быстрее все закончилось. Но, еще раз повторяю, раз вы меня вынудили на разговор, эти 11 тысяч мальчиков должны знать, мы всегда будем так реагировать, когда это будет касаться такой поведенческой модели. Потому что те, кто выходят сюда, они кумиры. Для вот этих молодых ребят, для этих малолетних совершенно детей, которые смотрят на них широкими глазами. И они должны соответствовать этому. Я теперь уже достаточно ответил на этот вопрос. Вполне. Двигаемся дальше. У людей, которые заработали много денег и добились успеха, тоже есть какие-то ограничения? Должны быть поведенческие. Просто понимаете, ты к этому не приходишь сразу. То есть, богатому человеку 30 и бедному человеку 30, они одинаковые. Богатому человеку 40 и бедному человеку 40, они одинаковые. То есть, мудрость, она все равно накапливается с годами. И ты не можешь в 25, в 30, в 35 лет осознавать то, что ты знаешь 50. У тебя нет того чувства ответственности, того чувства, которое должно сопровождать тебя. И еще у русских бизнесменов есть проблема, что перед нами не выросло поколение богатых людей, которые бы нам показали, как правильно себя вести. Все эти малиновые пиджаки, цепи и все прочее, это было с тем связано. Потому что не было ориентиров, не было понимания, как должны себя вести богатые люди. Что они должны тоже уважать общество. Что они тоже должны помогать обществу. Что они должны быть людьми, а никогда не будут иконами поведения. Потому что бизнес это жесткая вещь. Но они должны стараться максимально себя вести так, чтобы общество уважало бизнес как профессию. Потому что по мне вовлеченность 18 часов в сутки или 16 или 15 или 12 часов в сутки это очень тяжело. Психологически находиться под давлением таким можно год, два, три. 15, 20, 25 лет под таким давлением находиться ежедневным. Это очень тяжело. Менее успешные люди они во многом иногда даже лучше, чем более успешные. И поведенческая модель успешных людей не должна показывать что ты что-то из себя представляешь особенное. Ты такой же как все остальные. И поэтому конечно налагают обязательства. Я смотрел одно из ваших последних публичных выступлений в Сколково. Там вы много говорили вот об этой проблеме давления, о том, что огромная компания это бремя, что она не дает вам спать по ночам. В какой степени можно сказать, что это вас подтолкнуло к продаже? Ну, меня подтолкнуло, я вам уже сказал, что первая старость. Как бы, ну, вы можете улыбаться, нет. Когда спортсмену 50 лет, вы же не улыбаетесь, что когда говорят, что он старый? Если мы говорим о бизнесе, не как о члене совета директоров, а как о человеке, который ежедневно приходит и от него все зависит. когда мы говорим о человеке, который принимает решения, который не просто приходит на работу работать, а который должен каждый день что-то выдумывать. Ты все время ищешь конкурентные преимущества, ты все время ищешь какие-то точки роста, помимо операционной ежедневной деятельности, которая тебя начинает захлестывать. И вот ты понимаешь, что ты себя в 50 сравниваешь с 35-летним. И это не в пользу сравнения. И ты думаешь, ну ничего, сейчас пройдет Новый год, ты отдохнешь, и ты возвращаешься, и ничего не происходит. И если раньше у тебя были ежедневные открытия какие-то, то потом они начинают происходить раз в три дня, потом раз в неделю. И ты не можешь с этим сразу смириться, что все. То есть твое время ушло. И как мы говорили в начале беседы, то есть гладиаторы должны достойно умирать на арене. Ты не можешь с этим смириться, ты думаешь, ничего, сейчас ты отдохнешь, и вот все пойдет по-старому. А этого не происходит. Если мы говорим о компании предпринимателя, не о менеджерской компании, когда ты пришел, тебя наняли, ты работаешь, получается, получается, не получается, уволили, пошел в другую компанию, свободен. Здесь мы говорим о людях, от которых все зависит в этой компании, которые сами принимают конечные решения, и без них ничего не происходит. И вот здесь ты начинаешь себя сравнивать с тем, что до этого было, и это сравнение не в твою пользу. И с каждым днем этот разрыв нарастает. И ты не можешь себе сразу признать, что все. Что ты уже не можешь делать то, что ты делал. Это очень тяжелое признание, особенно для россиян, которые в 90-е годы начинали бизнес, потому что все-таки это достаточно самоуверенные люди, которые пробовали тогда заниматься бизнесом. И вот это признание себе, что ты не тот, оно все равно не идет за один день. Вот эта эволюция твоя, когда ты мучаешься и думаешь, что сейчас, 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 и ты видишь, что нет той интенсивности, ты не можешь, если ты раньше ложился спать только для того, чтобы быстрее наступило утро, и вот снова в эту пучину броситься, то потом ты просыпаешься и думаешь, опять сейчас, да, как бы. И да, ты приезжаешь уже в субботу и воскресенье на работу, но ты в три уже не можешь. А раньше ты смотрел, поднимал голову, да, мимо жизни тебя проходило, но это уже было темно. И вот эта эволюция, она длинная идет, и она не происходит за один день. И ты каждый раз говоришь, ничего, сейчас, сейчас все не возвращается. Это первое, да. Второе, я вот в этом плане предприниматель как бы операционный. Что это значит? Чем больше компания становится, хочешь ты или не хочешь, в любой стране ты все больше должен взаимодействовать с государством. Например, давайте вспомним, хорошо, примеры, которые у всех на лице, не знаю, там, Facebook, да, то есть его там вызывают, вызывают в Сенат, и все прочее, прочее. Это немного отдельная область, которая специфическая, где результат ты не получаешь сразу при взаимодействии с государством, то есть ты должен тратить много энергии на это. А ты для этого не приспособлен. То есть это не является твоей сильной стороной. Вы для этого не приспособлены? Я для этого меньше приспособлен. То есть придумать что-то, оптимизировать, что-то сделать там в каких-то блоках, логистику улучшить, найти какое-то конкурентное преимущество, окей. Понять, как там строится механизм в любой стране. Как строится этот механизм, какие взаимоотношения с государством, за что тебя будут штрафовать, за что не будут штрафовать, За что же тебя пресса будет возить, не будет, ты не знаешь этого. И ты должен этому много тратить энергии. И в России не привыкли иметь дело с восьмым, девятым лицом. То есть ты должен, первое лицо должен участвовать в этом решении вопроса. И для меня это не являлось никогда сильной стороной. Третье, магнит слишком был персонифицирован с моей персоной. И если какой-то производитель мог положить в банку со сгущенкой, и попадал туда гвоздь, это относили ко мне. Когда у тебя работает 300 тысяч человек и 11 миллионов покупателей каждый день, и 6 тысяч автомобилей ежедневно ездит по территории страны, вопрос, когда что-то произойдет существенное, это просто вопрос статистики. Ты понимаешь, что ты не можешь обеспечить стопроцентный контроль этой ситуации. Это невозможно. И чем больше компания, тем этих случаев будет происходить больше, 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 больше. И здесь начинается уже понятие, к чему ты больше сложен, насколько у тебя толстая кожа, к чем ты больше в жизни являешься, вот это твое, не твое и так далее, и так далее. То есть это очень тяжелый ежедневный труд, когда ты понимаешь, что жизнь проходит мимо тебя, и ты как бы за стеклом кабинета. И ты готов это терпеть, тебе это нравится, когда тебе это 20, 25, 30, 35 вдохновляет. После 40 ты уже не можешь вот так же относиться, а после 50 ты не можешь уже никак к этому относиться. Я не хотел бы, чтобы мою кальку вот ложили на других людей, да, то есть как бы это персонифицированная моя история в бизнесе, как бы, да, а не история, которая может быть связана там с какими-то другими бизнесменами. Вот так происходило со мной, да, и поэтому вот эти много факторов, которые тебе не дают спать, в прямом этом смысле слова. И ты начинаешь, ну, себя чувствовать не так, как хотел. И ты можешь это какое-то время держать, такую интенсивность. Но это ты не можешь с этим... И тут включается схема лучше ужасной конечной ужаса без конца. В какой момент у вас включилась эта схема? Я разговаривала с людьми и так поняла, что решение в большой степени было спонтанным. То есть вы где-то обронили продать это все? Южные люди, они, как это сказать, с большей амплитудой. И, может быть, я такое мог раз-то произносить, да, как бы. Но вот все произошло, как бы. Давайте вот мы договоримся так, никакие слухи мы не используем. Все произошло именно так, как... Тогда вы расскажите. Именно так, как произошло. Я попросил найти мне, если вдруг получится, что, как бы, продажу. Мне сказали, мы готовы. И вот так мгновенно все произошло. И больше ничего не было. Буквально за два дня? Там вот... Это совсем короткий промежуток времени. Это решение только кажется спонтанным. Я, мне кажется, достаточно четко объяснил, почему оно у меня созрело. И я, ну, эмоциональный, но не сумасшедший. Да, все-таки 300 тысяч человек. И это большой коллектив. И ты не можешь вот настолько быть амплитудным, да, что все, завтра продаю. Это эволюционно накапливаемая усталость из года в год, из года в год, из года в год. Это большая история, которую мы построили. Это строил не один я. Это строил большой коллектив людей, которому я каждому благодарен неимоверно. Которая завершилась успешной продажей. И это часть жизни, которой 50 лет ты должен добиваться, наверное, какого-то успеха. Вторые 50, если проживешь, ну, как ты должен получать удовольствие от жизни. Она вот так закончилась. Поэтому для меня тут ни одной, не то что трагичной нотки нет, нет ни одной грустной нотки. А вы знаете, какой самый частый комментарий на пространствах соцсетей? Вы знаете, мы должны это обсуждать? Люди говорят, ваши же потребители. Они говорят, отжали. Ну, послушайте. Они говорят, отжали. Я знал, что вы это скажете. Отжали? Когда общество тяжело, когда общество не очень удовлетворено, оно готово видеть негатив. Если мои объяснения не устроили, хотя я даже объясняться не должен, то, значит, уже этим людям я ничего не объясню. И этого и не нужно. Потому что, ну, плохо знают людей из 90-х с простой формулировкой отжали. Ты, когда выживал 25 лет, знаете, вот люди выжили, а динозавров нет, да? Потому что люди очень были адаптивны к тому, что происходило в мире, правильно? Ну, мы так немного не такие здоровые, а вот планету, образно говоря, можем сами разрушить, да? То есть там тигров загнать назад в леса и так далее. И тот, кто прожил в бизнесе 24-25 лет, применить к нему слово смешное и емкое отжали, это как бы настолько глупо, просто и смешно, что мне неуважительно это комментировать. Это было так, как я вам рассказал. Я южный человек, поэтому, ну, наверное, излишне открытый и честный, да? Я не хотел это интервью давать, я жалел вообще, что сболтнул, но вынужден держать, что дам интервью, вынужден держать слово. Почему? Потому что вот мне нравится ваша передача, вы берете у тех людей, у которых есть будущее, у которых что-то построили, которые занимаются бизнесом. Я не бизнесмен уже. И я все равно все говорю в прошедшем времени. Это было, да? И это нормально, когда тебе за 50. Может быть, вы не бизнесмен, но вы точно норм. Я восхищен, что вы попали в эту нишу, вы берете у бизнесменов и спрашиваете про бизнес. И я смотрю ваше интервью с огромным удовольствием. Но слово норм унизительно по отношению к русским. Почему? Потому что... Это же позитивное слово. Потому что мне почему здесь финал не нужен? Я никому не собираюсь ничего доказывать и показывать, вот какой у меня стадион. Русские никому ничего не должны. Они не должны доказывать, что они нормальные. Если кто-то думает, что они ненормальные, их самим врачуйте. Мы всякие. Мы сумасшедшие и несумасшедшие. Мы красивые и некрасивые. Мы резкие и нерезкие. Мы просто огромная нация, которая влияет на этот мир. Потому что у нас одна считает часть суши. Потому что у нас есть культура. Потому что у нас есть какая-то своя специфика. Мы влияем как и положительно и отрицательно на мир. Мы не можем быть нормальными или ненормальными. Мы русские, как бы россияне. И мы никому ничего доказывать не будем. И мы не будем перед европейцами расшаркиваться. Ребята, да мы нормальные. Да возьмите нас в свое сообщество. Да мы тут хорошие. Мы сами себе должны быть на уме. Мы должны быть больше людьми, которые не отправляют своих футболистов с лучших заграниц, чтобы все увидели, что мы нормальные. Которым все равно должно быть мнение других людей. Мы должны становиться богаче. Мы должны получать эмоции в своей стране. Мы должны ее любить. Мы должны ее изменять. Поэтому это чуть унизительно, что мы норм. Мы не норм. Мы нация огромная. И у нас есть всякие. Нормальные, ненормальные. Если бы у нас все были нормальные, то тоже было бы нехорошо. Вы должны понять другую вещь. Что когда страна находится на переломе, бизнес не может быть абсолютно стерильным, как в стране, когда этого давно не происходило. У нас бизнес, да, как бы, вот, там, не знаю, с 1860-го по 1917-й. Те примеры тех ребят, как бы, тех людей, которые картины галереи потом создавали и так далее, и так далее, и так далее. Это бизнес все равно был чуть более революционный. Там была частная собственность, специфическая, да, но она была. Мы пришли все-таки на, когда это все рушилось, все менялось, и мировоззрение одного человека, да, оно удивительно эволюционировало ежедневно. Оно из жара в холод бросало. То просыпаешься, у тебя на центральной улице танки по главному зданию страны стреляют, да, а на следующий день там балет показывают. То есть, ну, это вот такая история. Конечно же, у нас по отношению к европейскому бизнесу, конечно же, есть специфика. И это странно, если бы, ну, вот у нас было бы по-другому. И у нас очень тяжелая для восприятия страна, потому что мы столько теряли постоянно. Вот возьмите Краснодар. Вот здесь были, не знаю, 60 лет назад немцы. Уничтожили там 70% зданий. Мы потеряли 20 миллионов человек. До этого революция. Мы там потеряли еще бог знает сколько. До этого, после этого был Сталин. То есть, у нас очень тяжелая история. И вот такого вот мягкого, плавного развития, когда там все должно быть вот так, вот его не было. И поэтому мы такие вышли, что у нас такие, мы чуть более амплитудные люди по принятию решений, по каким-то вещам. А мы хотим сказать, что нет, у нас так же бизнес строился, как у них. Там стартапчик пошел, собрал раунд в Силиконовой долине. Ну, то есть, это было бы противоестественно. И это было сложно. И у них были свои, они выбрасывали энергетику не на те иногда вещи, не просто на бизнес. Они должны были защищать его. Какие-то другие вещи происходили. И это везде происходило. Поэтому, когда мы говорим русские нормы по бизнесу, вот сейчас поколение, которое растет. Вот те, и вы много там, революции выбрали интервью и так далее. Вот эти должны быть нормы. Вот эти должны в обычных условиях делать бизнес. И там не должно быть того, чего, что было у нас. Потому что условия более стерильные, более спокойными, более возможные и так далее, и так далее, и так далее. Вы уже отрефлексировали историю прошлого вообще магнита так, чтобы анализировать, что было правильно, что неправильно сделано? Я считаю, что мы вообще все правильно сделали. Потому что, ну подумайте сами, я провинциальный парень с 20-тысячного городка Лазаревская, служил в армии, поступил случайно в университет, потому что опоздал на третий экзамен и так далее. Да, и это потрясающе, что удалось сделать. Никакой рефлексии не будет, потому что мне нечего вспоминать. Потому что, когда ты все свое время рабочее тратишь на поиск возможностей, у тебя, к сожалению, не откладывается, что было каждый день. Мозг имеет такое свойство, запоминает только то, что для тебя важно. А когда мы строили компанию всей этой бандой, для нас важно только будущее было. И все, что мы проходили, оно не откладывалось. И я же раз то жалел об этом, что мне нечего вспомнить. Есть такая позиция, что вы, очень сильно конкурируя с пятерочкой, в какой-то момент ставили цель ее обогнать. И когда эта цель была достигнута, ну, стало непонятно, какая цель дальше. Ну, к сожалению, первый раз вы задали отвратительно правильный вопрос. То есть здесь было ощущение, когда ты 15 или 17 лет бежишь за кем-то, они там скупают какие-то сети и все прочее. То есть с финансово более мощной компанией, с талантливыми людьми. Там, не знаю, там, Хасис был, Лев, он великолепный управленец был. И очень хороший конкурент. И я к ним буду испытывать всегда чувство глубокого уважения. Там сейчас новое руководство «Пятеры» тоже очень сильные ребята. И вообще вопросов нет. То, когда ты кого-то обгоняешь, потом, ну, наверное, да, то есть есть такое легкое опустошение, и в этот момент где-то футбол начал мне навешивать. Но это и есть твоя жизнь, когда ты ее живешь не по кальке, какого-то вечного перманентного роста, успеха, бла-бла-бла-бла. Ты ее живешь по тем ощущениям, которые тебе важны в жизни, да. Была такая история, что мы думали, что вот, и что, как бы, ну, все, вот, да. Знаете, когда ты открываешь там 11467-й магазин в каком-то поселке, там, не знаю, в Емяло-Ненецком округе, ты уже не испытываешь того тактильного ощущения вот этого восторга, успеха, потому что это уже 11678-й магазин. И эта присыщенность вот этой истории, она, наверное, была в этот момент, вы правы. Хотя мы все понимали, что первое место для нас не самое важное. Самое важное, мы все-таки люди, которые родились там в 70-е, 80-е годы, это обеспечивать свои семьи было, да, то есть, как бы, и это самое важное для нас это было, потому что, ну, мы в советском время росли, не очень богатая жизнь и так далее, и так далее. И все было направлено на то, чтобы зарабатывать для того, чтобы содержать свои семьи. И вот эта история успеха, она там только была последние, там, 10 лет, а до этого мы тяжело работали для того, чтобы просто выживать, для того, чтобы просто, как бы, кормить свои семьи. Ну, в какой-то момент вы поняли, и это принесло в ошеломительный, на самом деле, успех, что людям нужно эти 2000 калорий дешевле, чем у всех. И тогда вы, когда вы это поняли, ваша компания стоила, там, 20-27 миллиардов долларов. Дешевле всех ты не будешь всегда. Историю более лучших времен, более худших, снова более лучших времен, ее не опишешь в двух словах. И история магнита – это история магнита. Давайте вспомним сейчас самый богатый человек у нас в мире. Это Амазон? Да, Безус. Я думаю, что лет 10 назад или 12 его только ленивый не пинал. Ну, самого богатого человека по определению пинал больше. Нет, там Амазон настолько плохо себя чувствовал, что вообще там, ну, то есть, то, что те оды, которые сейчас ему пишут, вот были ровно наоборот. Хотя тогда, наверное, он был лучше, чем сейчас. Просто любой бизнес, он всегда цикличен в том плане, что есть лучшие времена, есть худшие времена. Ну, не знаю, например, сейчас возьмем время, да, все-таки, платеж спросом, спрос чуть хуже, да. Например, пятерочка больше в Москве, магнит больше в регионах. Ну, наверное, если мы говорим о магните, платеж спрос в Москве выше, плотность продаж выше, да. То есть, там цикличность каких-то вещей есть. И есть какие-то ошибки в бизнесе, какие-то, наоборот, находки в бизнесе. То-то лучше, то-то хуже, да. То есть, это мы можем говорить о, там, смертельной опасности или какой-то для маленьких компаний. Когда компания 17-18 тысяч магазинов, просто есть чуть лучше времена, чуть хуже времена. И это просто интенсивная работа для того, чтобы стать лучше или стать хуже. Ни более, ни менее. Ну, и в тот момент, когда конкуренции стало действительно больше, ну, раньше у дома было, там, два магазина, а сейчас 20. И люди получили возможность выбирать, в какой магазин им пойти, где более красиво выложены фрукты. Ну, вы знаете, здесь... Где лучше открываются двери. Я сами согласен и не согласен. Ну, во-первых, у нас намного выше и беда на рынке была. Мы всегда работали не на рост компании в обороте, а мы всегда работали на эффективность. Почему? Мы не могли себе позволить, там, высокий долг и беде и так далее. Потому что за нами не было никаких финансовых институтов и так далее. Что мы не могли рисковать и выскакивать, там, не знаю, там, долг и беде, там, больше, там, двух с половиной, там, двух. Мы не держали, да. То есть, фокус наш всегда был направлен на чистую прибыль. То есть мы все время говорили о том, что нам нужна беда, нам нужна прибыль, нам не нужен рост и такой, вот, если мы говорим о выборе между ростом и прибылью, да. То есть инвесторам, окей, больше нужен всегда, чуть-чуть больше нужен рост и так далее, и так далее, и так далее. Я их могу понять. Это наш был выбор, мы люди из 90-х, то есть, что все время должен быть положительный денежный поток, должен быть прибыль. То, что мы построили компанию с триллионным оборотом, там, с 15 тысяч магазинов, там, с 300 тысяч персоналом, мы в какой-то момент были самым большим частным работодателем. Для меня это до сих пор, я удивлен, что это случилось. И я до сих пор не очень верю в это. Потому что я сам, ну, физическое лицо, да, как бы, и это такая удивительная история для меня. Судя по тому, как о вас отзываются обычные российские граждане, они вами восхищаются. Знаете, слово «обычные» здесь опять чуть оскорбительно. Российские граждане, они вами восхищаются. Это тоже, знаете, хуже любви только ненависть. Уважать, окей, восхищаться, я не думаю, что нужно мной восхищаться. Я думаю, что человек, который по 7-8 часов стоит на ногах и делает операцию на сердце, и которого никто не знает, вот, он заслуживает больше восхищения. И я здесь не играю и все прочее. Просто есть более видные специальности, есть менее видные специальности, да, как бы. И восхищение – это все-таки неправильный термин. Если люди даже восхищаются, это неправильно. Я благодарен за то, что они уважают, что я сделал. Там, в Краснодаре, да, вот они, я вижу, что… Но нельзя восхищаться бизнесменами, потому что это такой же род деятельности, как любой другой, как учитель, как, я не знаю, как водитель, да, как бы, который в тяжелую ситуацию умудрился проскочить и не избить людей, да. То есть это просто вид деятельности. Это то, предприниматели – это люди, которые нашли себя в этом. И ими восхищаться неправильно. Вот вы учите детей футболу, а бизнесу вы детей не учите. Вы знаете, бизнесу нельзя научить. Почему? Мы вынуждены признавать, что генетические склонности, они присутствуют у людей. Если ты бизнесмен, то ты им станешь. Нельзя научить меня играть на пианино. Можно управлять при всем уважении, да, одним рестораном, можно управлять одним магазином. Если мы говорим о бизнесе, как о большой истории, это все-таки склонности. И это тяжелый труд, как в любой другой специальности. Хороший врач, хорошие руки. Наверное, этому нельзя научить. У меня на этот счет другое мнение, но это, как бы, это ваше интервью. Магнит – безусловный успех, но этот успех по зависящим и независящим от вас причинам снизился в стоимости примерно в четыре раза. Вы знаете, эти истории связаны всегда с личностными историями, да. Вот мы возьмем, давайте, Теслу. Илона Маска? Да. Она же держится очень сильно на имени. Если Маск уйдет, то на какое-то время это прилично упадет. Но компания после моего ухода, она продолжает расти. И ей нужно просто время, чтобы пришли те инвесторы, которые готовы инвестировать не в личностную компанию, а в менеджерскую компанию. И поэтому это просто… И не капитализация. Растет бизнес. И значит, будет расти капитализация. Это просто нужно немного времени, если будут приниматься правильные управленческие решения. Да, так получилось, что настоящих буйных мало, и поэтому в буйных иногда верят больше, чем они того заслуживают. Вы будете смеяться. Был период, когда я инвесторам говорил, что почему мы столько стоим? У нас мультипликаторы неправильные. Это сумасшедшая цена. Инвесторы также верят в людей простых, потому что они тоже простые люди. И им кажется, что этим парням море по колено. И поэтому это идет переплата за это. Но в длинную не может все держаться на человеке. И Балитова в магните не держалась на одном человеке. Я вот хочу акцентировать внимание. Работала большая команда очень талантливых ребят. У них есть там минусы, есть плюсы. Но не было в компании, в которой мы построили с триллионом оборотов, идиотов и дураков в руководстве. У вас был близкий достаточно второй, то, что называется хороший второй, Гордейчук. Мы с Гордейчуком совершенно разные люди. Это очень часто двигает в положительную историю, когда у одного одни качества, а другие другие. Я думаю, что очень многие компании на этом были построены на противоречиях и на разных качествах других людей. А почему все-таки Гордейчук ушел до того, как вы продали магниты? Вы, наверное, должны у него спрашивать раз. Второе, все-таки я Володю уговаривал остаться. В-третьих, я думаю, что он просто наелся. Где-то какие-то там противоречия были с одними менеджерами, с другими. Ведь знаете, когда мы говорим о том, что эти все достойные ребята были, с другая сторона медали, что у них у всех есть. Они все очень амбициозные излишне. И иногда, когда ты... Знаете, у меня такой еще прием был, я немного их излишне захваливал, потому что все-таки ты находишься в провинции, и провинциальность этого все равно присутствует. И ты должен чуть больше людей хвалить, для того, чтобы они не чувствовали, что когда они бьются с московскими крупными компаниями, за которыми стоят финансовые крупные институты и так далее, и так далее, что они проиграют. И ты чуть-чуть придавал им те качества, которые иногда они соответствовали, но не совсем полностью, для того, чтобы они не испытывали комплексов каких-то. И плюс они очень амбициозные. Конечно, все время были столкновения внутри менеджерской команды. Конечно, все время каждый считал, что он прав, что его решение правильное. И это нормально для вот той компании, которая это создавала. Конечно, это ежедневные споры, ежедневные конфликты, ежедневные противоречия, ежедневные разные стратегии, куда двигаться, как, все прочее. Но мне кажется, у нас все хватит ума понять, что только из-за этого вот это получилось. Мы все были очень разные, именно по внутреннему содержанию, кому что нравилось. Вот кто чем в жизни хотел заниматься. Я их принимал, хотя ни один из них не был, не любил так футбол, как я. И не был, ну, то есть они были чуть-чуть другие. И все равно... Они вас не ревновали к футболу? Ревновали такое немного слишком личностное слово. Раз. А второе, я хозяин компании был, а не девушка, чтобы мне там ревновать, не ревновать. Я мог, если мне кто-то что-то говорил, я мог сказать так, чтобы больше так не говорили никогда. Ну, например, да. Об этом я вообще не сомневаюсь. Спасибо. И здесь по-другому все строилось. Все равно я хозяин компании был. И я жил с той ответственностью, с которой они не могли жить. Они все равно могли в 8-9 вечера захлопнуть лавочку и сказать, ну, завтра что-нибудь придумаем. Бог с ним, что так. Я не мог себе это позволить. Второй, третий, четвертый компания все равно говорил, будет завтра, что-то сделаем. Я... И я был в чуть-другом статусе из-за этого. Когда вы больше увлеклись футболом, полюбили так, поняли, что это ваша страсть, вы стали меньше внимания магниту уделять все-таки? Если в сутках осталось тот момент 24 часа, то да. Это очень логичное заявление было. Но компания пострадала от этого или нет? Нет никаких страданий, потому что то, что мы сделали, для меня это был внутренний перебор от количества. Я выходил в коридор иногда, там, лет 10 назад, и думал, как вообще эта дура вся работает. Вот это огромные серверные автоподборы, автозаказы, то есть вот эта куча парней, которые считают, как бы, какие-то среднеквадратичные отклонения, там, и так далее, и так далее. Это все... Это же все не просто там товар на прилавке. Это ежедневная доставка десятков миллионов продуктов в разные магазины, в разных объемах, с разными сроками годности, с разной фасовкой, с разным весом, в разных температурных условиях. Наверное, я был, как бы, таким эмоциональным фронтменом достаточно сильным. Я много работал, и, да, большинство людей сходило из меня, но эти люди очень много предложили усилий. И со мной было имя сильно персонифицировано компанией. И все, и хорошее, и плохое связывалось со мной. Что в ту, что в другую сторону, это неправильно. И какое-то время для баланса нужно. Более того, я когда ушел, компания стала больше стоить, там, месяца три-четыре больше стоить. Сначала она упала. Нет, нет, нет. Она у... На 8% в первый день. Я не смотрю сейчас, если честно, это потому что ты должен, уходя, уходить. Я не смотрю, не анализирую. Не следите. Нет. Ничего, ни одной минуты в день. Потом она выросла, потому что, как бы, у людей есть вера и в другую команду. Это и есть бизнес. Это не дорога с билетом в одну сторону, наверх. Это и наверх, и вниз. И у нас так в жизни было. Вы знаете, я приведу одну цитату. Не до конца уверен, что она ваша, но думаю, что все-таки ваша. Ее новая газета опубликовала. Давайте с одним дисконтом. Любой человек эволюционирует. Не всегда точно правильно приводить мои интервью, там, 12-го, 14-го, 13-го года. Я могу быть другим. 14-й год. Хорошо. Я строил свою компанию 25 лет, капитализация 30 миллиардов сейчас. И то, что мы все попадем под санкции, у меня нет никаких сомнений. И то, что у меня компания упадет раза в 4-5 и станет стоить миллиардов 7 из 30, понятно, что это моя частная история. И понятно, что я готов пострадать. В общем, к чему это все было? И я бы просил консультацию с первым лицом. Эта новая газета опубликовала... Я не знаю, таких не было слов. Не было таких слов. Я попросил консультацию с первым лицом. Речь шла о Российском футбольном союзе? Нет. Это было вообще не с этим связано. Это какая-то украдена была стенограмма, что-то там с этого всего прочего. Но таких слов точно не было. Речь шла про то, нужно ли присоединять клубы, крымские клубы к российскому... Там не было такое там, чтобы я... Ну, как бы, как сказать. Я все-таки, когда прихожу на заседание исполкома, я все-таки в разуме. Требует консультации с первым лицом. Но вот это само... Вот остальную часть формулировки, оно дискредитирует. Но я не сумасшедший. Причем тут первое лицо и наши взаимоотношения в футболе. РФС независимая в этом плане история. Мы там сами принимаем какие-то решения. И здесь... Не имеют под собой почвы такие истории. Но сама оценка ситуации, когда произошел Крым, вы понимали, что уже тогда на самом деле, что стоимость компании упадет в 4-5 раз? И что вам придется пострадать? Есть вещи, есть вещи, как бы... Ну да, они политические. Я родился вот в России. Я гражданин России. Вот есть какие-то условия игры, в которых я живу. Если мне не нравится, я там собираю манатки и уезжаю за границу. И говорю, мне не нравится в этой жить в стране. Если это моя страна, то я должен принимать то, что в ней происходит, и быть жителем ее. Есть положительные вещи, есть отрицательные вещи. Есть вещи, связанные, которые ты можешь не влиять с политикой. Есть не с политикой и все прочее. И ты должен всегда в жизни определять, что для тебя сейчас ценнее. Вот я, тот человек, который взял на себя какую-то небольшую ответственность за вот эти 11 тысяч мальчишек, я должен понимать четко, что я несу ответственность за вот этих людей, которые ходят на этот стадион. Потому что это уже их клуб. За вот этих ребят, которые у меня находятся в школе. За то, что я благодарен тому городу, что он меня принял, когда я был молодой. И вот это всегда важнее, чем какие-то внешние перетрубации, которые все равно когда-то заканчиваются. Вот все равно Крым, Рим, что попало, оно когда-то заканчивается. Вы думаете, это когда-нибудь закончится? Вы не поверите. Вообще все когда-то закончится. Возможно, не при нашей жизни. Возможно. А возможно, при нашей. Мы не знаем. И вот самое важное, это ощущение, ты живешь той жизнью, которую ты хочешь? Или ты готов затянуться в этот водоворот внешней информации, которая тебя бомбит. Ты можешь вот целый день сидеть в этой ленте и сходить с ума. И я уже какой-то пример приводил в одном из интервью. По-моему, в 80-е годы или в 70-е, или в 60-е американский генерал с криком «Русские идут», выкинулся в окно, читая газету. Те вопросы, на которые мы не влияем политически, они должны остаться политикам. То есть вы это принимаете? Я как только не принимаю чего-то, я собираю свои манатки, беру в свою семью, в составе трех человек, жену и ребенка и уезжаю за границу. У вас лично-то позиция есть? По какому вопросу? По Крыму. Я же вам еще раз сказал, я всегда принимать буду позицию политического руководства страны. Если мне она не нравится, я собираю вещи и уезжаю. Как тут недавно Варданян сказал, в России можно быть революционером, уезжать или быть конформистом. Я уважительно отношусь к Рубену. Он такой, знаете, он, Тиньков, это люди, которые продвигают бизнес, которые мне о нем говорят. Это важно. Но в России может быть просто человеком, который просто живет свою жизнь. От того, что ты конформист, неконформист, неофашист, от того завтра солнце в Краснодаре все равно взойдет. И для меня, ведь нас общество загнало в то, что мы должны очень сильно зависеть от того, что происходит в политике. Но есть люди, которым 50 с лишним лет, для которых важно, что сегодня вечером будет футбол. И важно сегодня пойти посмотреть, не знаю, тренировку 14-летних и что из них вырастет. И это важно посмотреть на горящие глаза этих парней, которые хотят вот на этот стадион попасть. Ты от этого получаешь положительную энергию. А вот эта лента новостей, продали Аляску за 300 миллионов, там берберы напали на китайцев, все прочее. Это не твоя жизнь. Твоя жизнь, это что-то придумать, моя жизнь, я хочу построить красивые парки в Краснодаре. Я хочу, чтобы мы просто жили жизнью здесь обычных людей и гордились своим городом, его дорогами. Меня попросил мэра, попросил губернатора, можно это сделать? Они говорят, да. И мне это нравится, что они положительно относятся к тому, что я богатый человек здесь живу, что-то делаю. И я считаю, что это важно, что богатые люди там, где они живут, они должны улучшать те условия, которые есть. Потому что, взять нашего, например, мэра, у него есть бюджет. Он должен платить зарплату, он должен платить пенсии. Ну, вот мы не очень богатая страна. Вот они что могут делают, но на все не должно хватать. Богатые люди для того и есть. Вы из Америки 100% прилетели. Там же есть Рокфеллеровский центр? Его же не государство построило. Там вообще много очень на пожарных делается. Там же есть каток. Его не государство построило при Рокфеллеровском центре. Вот это и должны делать богатые люди. У меня есть даже такая фраза «Give back». Всегда отдай назад. Я тоже считаю, что ты два завтрака не съешь. Мне вот что не нравится иногда, что делают богатые люди, что они позволяют свои деньги тратить менеджерам. Создают какой-нибудь фонд борьбы с мушкой с дрозофилой. И там наемные менеджеры эти деньги тратят непонятно как на свои бонусы и все прочее. Если ты сам их заработал, истрать их сам. Ну, не может, например, там, ну, наверное, учитель в доме у себя там создать такой сквер, парк, увидеть те деревья, то есть увидеть… Ну, а при этом он очень достойный человек. Он учит твоих детей, он учит твоих внуков. Ну, ты создай это у себя, чтобы они так же чувствовали себя в комфорте, чтобы они получали эмоцию положительную от жизни. И богатые люди это должны делать. Они не обязаны, но должны. Странная формулировка, но я с ней согласен. Как это сочетается с потреблением яхт, самолета? Вы знаете, очень нормально сочетается. Я вам объясню. Я не видел людей, которые хотят жить в плохих условиях. Нормально для бизнесмена сначала добиться качественного содержания своей семьи, потом своих друзей, и потом подумать об остальных. Я просто, может быть, не понимаю до конца. Вот яхта 100 метров, она зачем? Яхта 100 метров, она зачем? Вы знаете, вы уходите в индивидуальные какие-то потребительские вещи. А зачем стадион за 23 миллиарда? Стадион, понятно, зачем. Вы считаете, что я сюда не хожу? Ходите. Человек имеет право потреблять свои деньги, как он считает нужным. Я, например, считаю, что часы – это роскошь. У меня часов нет. А это спортивные часы? Достаточно одной рубашки, одной кофты на неделю. Ну, две стирать. Все-таки есть разница. Для простых людей, да. Потом человек какие-то деньги зарабатывает, у него другие координаты. Кто-то летает в бизнес-классе, кто-то в эконом-классе. И как только мы уберем это разделение, мы придем к памятнику Владимира Ильича, уже не с цветами, а с огромными букетами и свинками. Нравится нам, не нравится. Человеком движет желание выделиться. Ученым, врачом, бизнесменом. Мы не должны полностью убирать из человека его естество, стремление к чему-то большему, лучшему. Мы не должны это делать. Но при этом мы должны этим людям объяснять, что они живут в обществе. И, например, есть там при людях, не знаю, которые тяжелые ситуации в стране, черной икрой на центральной площади с банки и смеяться над остальными, это плохо. Понимаете? И так далее, и так далее. Но при этом люди имеют право покупать... То есть показное потребление? Конечно. Конечно, показное потребление, наверное, это неправильно. С моей точки зрения. Еще раз говорю, я не навязываю, но я считаю, что мы должны... Я бы даже наоборот считал, что простые люди живут в городе бизнесмен, они должны говорить, чтобы быстрее ты набирай все, что тебе надо, квартира дорогая, машина, бла-бла-бла, чтобы ты потом начал тратить уже на общество. Потому что это эволюционно правильно. Любой человек сначала заботится о себе, потом восстанавливает. Поэтому ты начинаешь что-то делать, чтобы они тоже получали комфорт от жизни, чтобы тоже улыбались и так далее. И это такая есть, как вы говорите, гифбэк или как это, да? Гифбэк. Да, вот гифбэк, он придет к нашим бизнесменам. Он придет, и он приходит потихоньку. Перед нами не было поколения богатых людей. Нам не объясняли, что хорошо или что плохо. Понимаете? А есть ли кто-то, кто является для вас авторитетом? Бизнесмен, не бизнесмен, человек, инвестор, кто угодно? Нет. Вообще нет? Нет. Ну, я, например, родился последний раз, и мне неинтересно жить чужой жизнью. Первый и последний. И мне неинтересно жить чужой жизнью. Мне калька неинтересна. Почему этот человек сделал, знает только он, почему он принимал такие решения. И это было связано с его личностными переживаниями, а не с чем другим. И поэтому учиться... Тебя жизнь учит. И ты должен... Свои ошибки... Мне не нравится, что ты должен учиться на чужих ошибках. Это какое-то достаточно дурацкое для меня заявление. А вы можете привести три, одну, две своих ошибки, на которых вы научились? Ну, конечно, могу. Но, конечно, я их не буду приводить. Почему? Ну, потому что вы же не... Мы же не в церкви, вы не духовный отец. То есть я не собираюсь здесь раскрываться и рассказывать о каких-то там вещах, о которых я ошибался или что-то такое. Это, поверьте, у меня ошибок было больше, чем, как вы называли, у странистического человека. А вы не думаете, что это вас сделает сильнее? Мне не надо быть сильнее или слабее. Я просто просыпаюсь, живу свою жизнь. Я не собираюсь быть сильнее. Я просто человек, который живет свою жизнь. И мне неинтересно быть сильнее и слабее. Это как-то странно. Сумма в 2,3 миллиарда, примерно, долларов, которые вы получили, но это очень значительно. Я не буду обсуждать это тоже. Вообще не будете обсуждать? Вообще не буду обсуждать. Ну, давайте, вот, все-таки, хоть и мое интервью, я же могу вам позадать вопросы. Я предложил бы, вот, например, у вас годовой гонорар ваш пообсуждать. Куда истратите, куда поедете? Ой, у меня очень скромно. Я в Беркли получаю 60 тысяч долларов. Интересно. И? Как живете? Да, довольно непросто. Арендуете квартиру, да? Да, арендую квартиру. Вам интересны эти вопросы? Да, мне кажется, тут нечего обсуждать. Очень маленькая сумма. Если бы она была большая, я думаю, было бы интереснее. Нет, я же спросил не про сумму. А вам интересны эти вопросы? Я думаю, кому-то могут быть интересны. Мне их регулярно, кстати, задают. Да, и мне регулярно задают, но я на них не отвечаю. Дайте мне хотя бы задать, может, вы сочтете вопрос нормальным. Вопрос следующий. Вот я получил, например, свой первый бонус когда-то в газете «Ведомости». Для меня это было, там, тысяч 10 или 20 долларов. Для меня это была колоссальная сумма. Я не знал, что с ней делать. Я сразу обрела нечто, что я могу потерять. Когда у тебя деньги в бизнесе, ты не можешь, ну, как бы идет бизнес, он работает. Потом вы получаете деньги. И о них надо сразу заботиться. Ну, часть вы потратили на клуб, часть вы потратили на парк. Что вы делаете с остальными деньгами? Мне не интересует, в каком даже банке вы инвестируете. Все очень просто. Это будет пассивный доход, и я инвестирую где-то на рынке ценных бумаг, и все, что зарабатываю, я буду тратить на город. Я инвестирую в какие-то активы, там, ценные бумаги, там, облигации, акции. То есть это все стандартный набор пенсионера. Чтобы не потерять? Чтобы не потерять. Опять что-то оскорбительно. Хорошо, пусть чтобы не потерять. Почему оскорбительно? Потому что с чего я должен что-то потерять? Инфляция есть, потому что. Ну, инфляция есть. Я знаком с этим термином. Я еще раз говорю, да, то есть у меня какие-то пассивные заработки, где я не принимаю участия, совершенно никакого. То есть все. Чтобы вы понимали, для меня бизнес закончился. Говорили какие-то рестораны открываю, все прочее. Это неправда. Просто в парке нужен людям ресторан. То есть мы отремонтировали, там, сдали в аренду, все. И эти какие-то люди там, да, мы смотрим, чтобы уровень сервиса соответствовал тому, что мы хотим. Но я бизнесом не занимаюсь и не буду. Ваши, скажем так, амбиции в урбанистике, они же не заканчиваются парком? Очень громко. Я буду предлагать городу какие-то проекты, помогать. Потому что, еще раз говорю, любой город, он в бюджете ограничен. Я, конечно, нацелен на то, чтобы я живу здесь, я житель этого города. Я хочу, чтобы он менялся в лучшую сторону. Я буду стараться, если я не буду слишком назойлив для этого, я не скажу, что все, надоел своими проектами. Если они будут готовы принять меня, я буду это делать. Со смирением, как бы. Смирение, это странный термин для российского предпринимателя. Без смирения. С активной жизненной позицией. Я хочу, чтобы город менялся. Но при этом, чтобы не вызывать изжогу ни у кого, ни у граждан, ни у жителей, ни у власти. То есть, если они хотят, это я сделаю. Нет, окей, мы еще какой-нибудь проект придумаем и так далее. А самому стать властью вы не думали? На городском или каком-то уровне? Вы знаете, это очень странный вопрос, который все время задают. Потому что это другой вид деятельности. Вот там врачу говорят, ты не хочешь стать хоккеистом? Ну нет, ты не хочешь стать главврачом? Я предприниматель. И я все, закончился как предприниматель. Самая большая должность, которую я хочу до конца жизни занимать, это президент футбольного клуба Краснодар. Это моя жизнь. И я готов участвовать в социальных проектах в городе. Потому что я богатый человек. И я считаю, что богатые люди должны это делать. Это раз. Второе. Политики – это люди, которые кладут свою жизнь, несвободу свою внутреннюю, личную. Потому что они не могут просто гулять по улицам. Не могут что-то такого делать. Это очень тяжелый труд. Который вы почему-то не считаете всей специальностью. Что там вот не хочешь быть там, не знаю, политиком, президентом. Это тоже отдельный вид труда. Кого вы читаете? Ну, я почти не читаю. Но я считаю, что самый великий для меня. Самый великий современный писатель для меня – это Айзексон. Знаете, в молодости, если я куда-то шел, где мне было неинтересно совершенно, было универсальное средство. Берешь Ильфа Петрова, любую из двух его книг, которые известны, или «12 стульев» или «Из любой страницы» можешь читать. То есть неважно вообще, что было до этого. Потому что это все равно сразу захватывает и держит. То вот «Айзексон» – это такая же история. Не читала. Советую тебя. Это вы читали, вы просто фамилию, наверное, забыли. Это Стив Джобс, это Леонардо да Винчи, это инноваторы. Вы не читали инноваторы? Нет. Вы человек, который взяли… Вы лучшая по интервью с людьми, которые движутся в современном мире, вы не читали инноваторы? Не читала. Ну, это вам двойка в зачетку, причем до пятого курса. А я зачет не сдаю. Ну, наверное, не сдаете, но жизнь, она такая, все время состоит из зачетов. Ну, то есть советуйте… Вы должны завтра это начать читать. Это фантастические вещи, по мне. Это журналист, который погружается в то, что он пишет. И это книги по 400-500 страниц. Первый человек, который написал, как вообще создавался интернет. Все люди, которые принимали участие в создании интернета, весь вклад этих людей… И там есть, например… Для меня есть конкретный человек, который это создал, который написал протоколы и все прочее. Он совершенно неизвестный. Для меня это было невероятным открытием. Который, в принципе, по большому счету, он он. И там, например, такие вещи есть, что гики думали, что они делают все протоколы для того, чтобы интернет был свободный, а военные, которые финансировали, думали для того, чтобы это было, для того, чтобы можно было во время войны контролировать это. И одни, другие не знали, что они… То есть он находит очень такие взаимосвязи, и это держит. Это удивительно. Так все-таки интернет создали военные или гики? Нельзя отрицать роль всегда госденег, которые это финансируют, потому что такие проекты, они финансироваться могут только бюджетными вещами. По-моему, только сейчас корпорации достигают каких-то больших объемов, что они могут конкурировать с государством. Все равно. Да. А с другой стороны, писали люди. И это писали свободные люди. И такие вещи могут придумать только свободные люди. Поэтому нету… Не всегда есть ответы полностью на вопрос, да, то есть кто это сделал. Это… Тем более, что касается интернета, тем более, что я в этом вообще не специалист, и я не знаю, зачем вы мне это спрашиваете. Я просто говорю, что Айзексон, по мне, это для меня, да, то есть это величайший сейчас писатель, который живет. Ознакомлюсь. Потому что все-таки, знаете, стандартные эмоции, которые испытываешь от тех всех известных тем, война, любовь и все такое прочее, да, которые прописаны в миллионе книг, это одно. А настоящий исследовательский труд с человеческой внутри начинкой – это очень редкая история. Я не знаю, верна ли эта цитата, я надеюсь, что верна. Интересно, что вы думаете сейчас. Про вашу дочь. Я хочу, чтобы у меня вырос нормальный ребенок, и не хочу, чтобы моя дочь занималась бизнесом, потому что женщина и бизнес – это разные понятия. Вы правда так считаете? Да. Сколько бы женщины не пробовали стать мужчинами, особенно русские, они все равно станутся женщинами. А как же Татьяна Бакальчук? Думаю, нормально. А что? А как это расходится моими словами? Почему женщины и бизнес – это разные понятия. Я своей головой живу, потому что я видел бизнес. Я не хочу такую жизнь своей дочери. Может быть, дочери – другое мнение? Это ее мнение. Она имеет право действовать, как она считает нужным. Она уже взрослый человек. Вы ей поможете, если она к вам придет? Я вообще считаю, что если ты бизнесмен, то ты бизнесмен. Если и нет, то не надо рассказывать, что ты бизнесмен, и ходить просить денег. Ваша дочка к вам обращалась за деньгами или нет? На бизнес. Да, последние 23 года. Это понятно. На бизнес. Если бы она обратилась, я бы ей не дал денег. Потому что каждый человек должен заниматься тем, к чему у нее есть склонность. Если она считает, что она бизнесмен, то вообще вопросов нет. Вперед. Потому что если тебе создают условия теплые, то ты не вырастешь тем, кем ты должен быть. Это очень важная история. То есть ты будешь кому-то обязан. И это для внутренних эмоций немного другая история. Ну, наверное, это хороший тест на то, твой продукт имеет право на существование или нет. Но вообще в том, чтобы в какой-то момент тебе кто-то протянул руку в чем-то, ничего страшного нет. Я же не назвал что-то страшным. Я просто сказал, что я считаю, что хорошо, когда ты это сделал все сам. Мурат будет ругаться, Мусаев. Я вам расскажу одну историю. Он хотел поехать на стажировку к Саре. Это тренер Челси просил меня. Я сказал, что нет, этого не надо делать. Что ты даже не думай об этом, потому что это неправильно. Ну, он обиделся, как бы обиделся неправильное слово. Взрослый мужик, он окей. Я еще поддевал его с Саре, когда там проигрывали и так далее. Потом он нашел и прислал мне статью, когда один русский великий тренер. Канадцы приехали в Европу тренироваться. Это 30-е или 20-е годы. Хоккей же, канадская игра. И он просился на стажировку. И другой, он потом стал великим тренером. Другой великий тренер сказал, что нет, туда не поедешь. Тот обиделся и все такое прочее. Он мне прислал условия, не знал. Это просто так совпало получилось, смешно. И потом они поехали в Канаду, он обыграл. И канадцы начали смотреть его тренировки. И потом он сказал, что теперь ты можешь ехать и смотреть, как они тренируют. То есть, когда ты читаешь чужие истории успеха, это тебя забивает. Твою эмоциональную целостность в том, что ты сам можешь сделать. Ты начинаешь чуть-чуть копировать здесь кальку, здесь чуть-чуть смотреть, как он делал. И ты, если ты готов, это тебе мешает. Ты должен жить свою жизнь со своими ошибками и все прочее. Ты не должен свое естество подавлять чтениями других историй успеха, потому что ты тогда не добьешься сам этого успеха. И это будет не твой успех, это будет какая-то калькированная история многих людей, что ты посмотрел вот сюда, сделал здесь вот так, сделал здесь вот так. Ты должен свою жизнь сам чувствовать, сам жить. И тогда то, что ты добьешься, оно будет уникально. Потому что это твои ошибки были, это твои достижения, это ты был.